Более 10 лет царовским командам не удавалось занять призовые места в дивизионном этапе соревнований «Нижегородская зорница». В этом году воспитанники военно-спортивного отряда «Барс» в упорной борьбе завоевали второе место, набрав равное количество очков с победителями. Одного и того же места дубляжей быть не может, поэтому кому-то необходимо присвоить второе место. И поскольку в положении прописано, что такими критериями является тактическая подготовка и туризм, то по тактической подготовке первое место было как раз у Суровать, а второе место было у нас. Школьникам предстояло преодолеть переправу и полосу препятствий, продемонстрировать навыки строевой подготовки, стрельбы, метание гранат, сборки-разборки автомата, проверить свои знания в военно-исторической викторине. Бороться ребятам пришлось не только с соперниками, но и с погодными условиями. «У меня вызвало сложности это, наверное, отжимание, потому что мы их выполняли во время сильного ветра и шел дождик. То есть мы когда отжимались на доску ГТОшную, капал дождь, и нам было скользко руками держаться. Еще нам судьи говорили, что можно отдыхать, но на отдых они нам давали время раз, два, три». Призовое место в дивизионном этапе позволит ребятам продолжить борьбу в финале областных соревнований. Под руководством капитана отряда Александра Решетова они усердно готовятся к следующему этапу и прорабатывают свои ошибки, чтобы в финале занять высокие места. «Мы сейчас несомненно отработаем то, что у нас было хуже, то есть это туризм, отработаем и еще потянем историю. Мы набрали хоть второе место, но по сумме баллов можно намного лучше все-таки выступить. Также будем уделять внимание одеванию общего войскового защитного костюма ОЗК, потому что другие команды выступили получше, чем мы». Финал соревнований пройдет с 12 по 15 мая в лагере «Салют» Городецкого района. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.